Мы с вами говорим сегодня о кризисе, и кризис это необычная ситуация жизни, потому что она меняет жизнь. Без кризиса невозможны перемены, потому что по факту дорога судьбы не всегда может идти прямо, нужны какие-то перемены в жизни. Если этих перемен нет, то жизнь теряет смысл. В общем-то кризис это не всегда перемены, кризис это иногда наказание, кризис это иногда наш собственный выбор, когда допустим идет какое-то несоответствие между нашими желаниями и нашей судьбой, нашей жизнью. И мы входим, рад также вас видеть, родители, очень приятно. Когда есть какие-то несоответствия между нашими желаниями, нашей судьбой, нашими целями, нашей судьбой, то наступает кризис. То есть другими словами существуют три основных причины кризиса. Первое и главное это неправильная цель жизни. Второе это судьба, она может, периоды судьбы могут быть такими тяжелыми, что человек входит в состояние кризиса, удар судьбы. И третья ситуация это кризис личностного роста, кризис развития человека. Мы обсудим все эти три направления, но если говорить глубоко, то причина кризиса всегда это вера. Если у человека вера не оформлена, не выбрана правильно, то кризис неизбежен. И есть два варианта кризиса. Один вариант это кризис, в котором человек меняет направление жизни, а второй вариант называется стрессом. Как вы думаете, в каких случаях человек переносит стресс, а в каких нет? Ну вот допустим возник кризис, тяжелая ситуация жизни. Когда будет стресс, когда нет. Если вера есть, то стресса не будет. Правильно, вера есть, правильно, выбранная вера есть, стресса не будет. Потому что стресс означает не хватает энергии счастья. Прежде чем говорить о кризисе, давайте немножко я вам поговорю о своем понимании, как все происходит. Потому что я изучаю тонкое психическое тело человека. И вот эти понятия тонкого тела важно рассматривать для того, чтобы понять, что потом дальше происходит с человеком. Итак, у нас есть психическое тело. Оно имеет свои каналы, то есть свое строение. Так же, как грубое тело, которое мы видим, есть еще тонкое тело, которое мы не видим или некоторые видят, но все чувствуют. Например, любовь это состояние тонкого тела, а не грубого. Любовь все чувствуют, поэтому мы знаем, что такое тонкое тело по ощущениям. Она состоит из трех составляющих. Первая составляющая это ум или манас, на санскрите это называется манас, или та составляющая тонкого тела, которая является каркасом нашей жизни. Дело в том, что в уме проходят тонкие психические каналы, которые питают все тело энергией. Как вы думаете, что это за энергия, которая питает каждый орган, каждую клеточку организма? Прана это такое понятие... Да, это прана. Но это понятие непонятное. Ну что это значит прана? Мы не знаем, что такое прана. Но если я сейчас скажу, как называется эта энергия по-настоящему, то вы тогда удивитесь и поймете, зачем это надо. Эта энергия называется счастье. То есть без счастья не может жить ни грубое, ни тонкое тело. Человеку нужно счастье. Человек не может жить без счастья. И ум — это психическая структура, которая через пять чувств... Чувство слуха самое главное, потому что оно влияет на судьбу сильнее всего. Потом следующее чувство. Чувство осязания самое влиятельное. Половое чувство связано с чувством осязания. Чувство зрения ближе всего к уму. То есть ум можно видеть человека через глаза. Следующее чувство — это чувство вкуса. Оно наполняет силой сильнее всего организм через пищу. Также психическая энергия приходит. И чувство обоняния ближе всего к грубому телу. Через него можно понять тело. Легче всего через чувство обоняния. Например, понять, подходит пища или нет, яд или нет, можно только нюхая. Итак, у ума есть пять чувств, через которые ум получает энергию счастья, необходимую для организма. Есть также разум. Разум — это психическая структура, которая помогает уму получить энергию счастья. Разум — соткан из знания. Знания дают возможность понять, где счастье. Все любое знание предназначено для счастья. Например, человек в институте учится для того, чтобы получить диплом. Это дает ему возможность работать, получать деньги. Деньги дают счастье. Ну, то есть, человек учится для того, чтобы получить счастье, в конечном счете. Он использует разум для этого. Для того, чтобы учиться, нужно тренировать разум. Разум у детей очень слабый, но он очень быстро насыщается, склонен к насыщению. То есть, дети имеют свой разум слабый, но способность обучаться очень высокую. Взрослые люди имеют достаточно сильный разум, те, кто его развивают, или слабее разум, но у них разум уже сформирован. Пожилые люди могут терять разум, если они не стоят на платформе разумного существования. Таким образом, разум — это сила, которая дает возможность наполнять ум энергией счастья с помощью знаний. Нацеленность на счастье называется вера. Решимость — это способность достигать счастья. Целеустремленность — это путь к счастью или путь к вере. Все эти понятия решимость, целеустремленность, вера — все они связаны с разумом. Они находятся в разуме. Человек не может, когда разум выключен, действовать на этих категориях. Например, если человек выпил, у него отключается разум или слабеет. Когда это происходит, он не может ни стремиться к вере, ни иметь решимость, ни целеустремленность. Все эти категории, они слабеют в результате того, что разум теряет силу. Точно так же разум может потерять силу от слепой любви, допустим. Или от стресса. Человек находит стрессовое состояние. «Стресс» означает, что разум не функционирует как надо. У него нет силы функционировать. Таким образом, когда человек ослеплен каким-то фактором, то возможность получать дополнительное счастье отсутствует у человека, потому что разум работает слабо. Но человек без разума может получать энергию счастья, не имея разума, активного разума. Это счастье приходит по судьбе. Как поется в песне «К нам всегда приходят радости, когда их ждешь». Ну то есть, они приходят, это факт. Ну допустим, пришло время, вы приехали на юг, здесь светит солнце красивое, люди отдыхают, расслабляются. И это все положено по судьбе. То есть, человек получает счастье, само собой, когда приходит время. И оно помогает ему быть здоровым, потому что счастье наполняет каждую клеточку тела. Человек становится здоровым от счастья. Человек становится умиротворенным, спокойным, потому что он имеет счастье в жизни, успокаивается. И человек становится способным развивать разум. Состояние, в котором человек имеет постоянно достаточно высокую долю гармонии и счастья, называется благостью. Что такое благость? Это когда человек имеет достаточно силы внутри, чтобы его разум был активен. Разум не может быть активен в состоянии напряжения, стресса. То есть, он теряет свою концентрацию. Разум действует с помощью сосредоточенности. Максимальная сосредоточенность всегда в спокойном состоянии. Вот представьте, если бы я лекцию сейчас читал с давлением на вас, то вы бы напряглись и усваивать лекцию вы бы не смогли. Для того, чтобы мне что-то сказать вам, донести, ваша психика должна быть максимально спокойной для этого. Согласны со мной? Тогда воспринимается все лучше. Но еще очень важно знать, что гармония или любовь также усиливает возможность получения знания. То есть, любовь в конце концов является той силой, которая развивает личность, развивает человека. В конечном счете, любовь развивает человека. Любви мешает боль. Есть боль, которая возникает от отношений. Она мешает любви. Боль возникает от того, что мы ждем чего-то друг от друга. Это ожидание. Ожидание – это функция другой части тонкого тела, которая называется чувством собственного достоинства. Мы разобрали с вами ум, который впитывает энергию счастья по тонким психическим каналам. Эта энергия распределяется везде. Разобрали разум, который поставляет энергию счастья человеку. Есть также чувство собственного достоинства, которое является такой силой, которая решает, как я хочу быть счастливым. Потому что есть два способа быть счастливым в целом. Как черепаха тортила, когда Дуримар у ней спросила о золотом ключике, она ему сказала в фильме, она ему сказала, говорит, ты мне скажи, чего ты хочешь? Ты хочешь счастье или деньги? И Дуримар ответил, ты мне, говорит, лучше скажи, сколько весит этот золотой ключ, сколько в нем золота. У них такой разговор состоялся. Вот, понимаете, это счастье или деньги, это направленность чувства собственного достоинства. Или чувство собственного достоинства хочет счастье себе или хочет отдавать счастье. Это две принципиально разные позиции жизни человека. И в неосознанном состоянии, вот когда мы просто в неосознанном состоянии находимся, мы всегда хотим счастья только себе. В неосознанном состоянии человек проснулся с постели, ему хочется наслаждаться жизнью, лежать в постели, у него какие-то мечты, грезы в это время возникают. Так, молитва совсем другое дело, то есть, когда человек в молитве находится, он побеждает себе желание счастья для себя и полностью или частично побеждает и начинает служить в своем сердце другим. Интересно знать, что когда человек желает счастья себе, он ждет счастья, тогда счастье приходит столько, сколько положено по судьбе. Вот, допустим, если сейчас мне положено много счастья по судьбе, много придет счастья, если я жду его для себя. Но если человек служит, находится в настроении служения, то чем больше он служит, тем больше ему приходит счастья, и это счастье не по судьбе, оно может усиливаться бесконечно. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Вот эта деятельность истинного эго, то есть, есть ложное эго, которое хочет счастья для себя, оно связано с разумом в невежестве. Когда разум спит, он неактивен, то человек всегда думает, что он будет счастлив, если он получит счастье себе. Когда человек наполнен знанием и правильным пониманием вещей, это говорят все священные писания, не только веды, то разум его активен в это время, силен, и с помощью этого разума человек направляет свою силу для того, чтобы подарить счастье другим. В таком состоянии счастье возвращается назад без всякого сомнения. В конце концов, энергия счастья идет от сверхдуши. Веды говорят, что на дереве тела, то есть внутри тела, существуют две силы. Одна называется сверхдуша или голос совести, как мы говорим, правда человека, внутри человека есть правда. Эта сила называется сверхдуша или парам атма, высшая атма. Есть парам атма, высшая атма. А есть атма или душа. Душа находится спереди, сверхдуша сзади. Душа стремится получать счастье от этого мира, наслаждаясь этим миром. Но когда душа поворачивается к сверхдуше, это называется внутренняя жизнь, взгляд внутренний, то в этот момент человек получает другой способ существования. Он воспринимает себя как того, кто хочет отдавать, а не того, кто хочет брать. Этот мир нас настраивает на то, чтобы брать. Но сверхдуша или совесть настраивает человека на то, чтобы отдавать. Как вы думаете, откуда берется вера? Вера берется и знание, это факт. Но если точнее, то от счастья. Человек получает веру в то, что дает ему счастье. Вот, допустим, родился маленький ребенок. Знание есть какое-то или нет? Ребенок рождается так же у животных, у них вообще нет никакого знания. Они получают веру в этот момент? Мы видим маленького ребенка. Он излучает что? Счастье. Результат какой? Вера. Мать верит, что жизнь ее предназначена для ребенка. Так? Ребенок становится целью ее жизни. Так? Это хорошо? Кто считает, что хорошо, поднимите руку. Кто считает, что плохо? Кто считает, что плохо, поднимите руку. Мнения разделились. Так вот, знайте, что если ребенок становится целью жизни, то человек, несомненно, попадет в стресс. Без всякого сомнения. Потому что целью жизни может быть только Бог. Только Бог. Потому что душа по своей природе, она хочет бесконечно много. Она не может видеть пятна на луне. Душа не может видеть недостатки и цели своей жизни. Мать не может видеть недостатки в своем ребенке, если он стал целью ее жизни. Вот представьте, как больно ей воспринимать, что через него начинает действовать судьба. Каждый ребенок, когда подрастает, чем старше он становится, тем сильнее начинает действовать карма через него. С каждой секундой времени. Вот смотрите, грубое тело столеет просто, вот оно столеет. 50 лет уже вот определенный вид. Если зарядку делаешь, чуть получше. Если нет, чуть похуже. Тонкое тело не стареет. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Тонкое тело не стареет. Оно меняется в своем состоянии. Психическое тело становится более напряженным с возрастом. Потому что в единицу времени через тонкое тело с возрастом больше идет испытаний, чем счастье. Вот взять маленького ребеночка, да? Он такой хорошенький. То есть... Лапочка моя. Ну то есть... Любименький, хорошенький. Потому что судьба еще не начала действовать через него. Через него действует энергия счастья. И мать видит душу в нем. Почему мать любит ребенка? Потому что она видит душу в маленьком ребенке. Потому что когда карма еще не действует, душа открыта. Ее можно увидеть. Поэтому святых людей сравнивают с маленькими детьми. Потому что душа видна и в святом человеке, и в маленьком ребенке. Это одно и то же зрелище. Но... Естественно, вполне естественно испытывать счастье от маленьких детей. Отказываться от этого безумие. Верить в счастье, исходящее от маленького ребенка. Отказываться от этой веры тоже безумие. Не верить в счастье, исходящее, не верить в своего ребенка, это безумие. Поэтому мы не можем отменить веру в ребенка. Это кощунство. Но если мы ставим веру в Бога выше, тогда наступает гармония. Понимаете? Гармония означает, что цель жизни выше, чем просто жить для своего ребенка. Потому что если человек живет для своего ребенка, то он ждет от него реализации веры. А если человек верит в Бога, тогда ребенок получает реализацию моей веры ему в сердце. Если я верю в ребенка, тогда я делаю из него то, что хочу. Я не могу дать ему возможность развиваться, как ему надо. Потому что я верю, что он разовьется лучше. Наступает кризис между моим ожиданием и тем, что есть. Ребенок какой есть, такой он есть. У него своя судьба. Я не могу его сделать лучше. Но если я наблюдаю за ним и даю им возможность его цветочку раскрыться хорошо, тогда он приносит счастье. Но наблюдать возможно, если ты не веришь в него. Больше, чем веришь в Бога. Как вы думаете, почему так устроено в этом мире? Вы не ответите мне на это вопрос. Я сейчас буду вам отвечать. Это важная и глубокая тема. Когда мы верим в Бога, тогда он дает нам назад бескорыстие. Но когда мы верим в человека, назад бескорыстие не приходит. На хад назад приходит корысть. Понятно, да? В этом разница. Если мы верим святому человеку, который связан с Богом, от него тоже исходит бескорыстие. Но если мы просто верим человеку, который не связан с Богом, от него приходит корысть. Корысть означает ожидание, привязанность, зависимость. Мы тоже ожидаем от Бога, но это не вызывает болезненных чувств. Ожидание от Бога вызывает светлое чувство. Но когда человек ожидает от другого человека чего-то, это называется привязанностью. Итак, любовь матери к ребенку бывает двух типов. Первый тип – это ожидание, от него счастье, называется привязанность, приводит к страданиям. Второй тип – служение своему ребенку, приносит счастье. И то, и другое – это энергия любви. Нужна ли привязанность к ребенку? Конечно, нужна. Без нее невозможно жить. Но служение ребенку должно быть сильнее. Служение ребенку означает терпение. Вот, допустим, смотрите, приведу такой пример. Например, вы хотите воспитывать ребенка. Он напроказничал. Есть два варианта реакции, если вы к нему привязаны. Первый вариант – это разозлиться. Второй вариант – не обращать внимания. Остыть, отодвинуться от него. Но если вы, ваше желание служить Богу сильнее, чем ваше желание наслаждаться ребенком, то есть цель выбрана правильно, тогда в этом случае вы сможете наказывать его с добротой. Не со злобой, а с добротой. И даже не разговаривать с ним вы сможете с любовью. Потому что ожидание рождает вот эти два чувства – двойственность. Или я тебя люблю и балую, или я тебя мучаю и ненавижу. Понимаете, да? Любить привязанный, как мать привязанная. Вот она привязана наслаждаться счастьем от ребенка. Она идет с ним вместе, гуляет. Он говорит, я хочу мороженое. До этого все было хорошо. То есть мы шли, у нас было счастье, гармония. И теперь наступает ситуация, которую называют с кризисом. То есть он хочет мороженое, и у него точно от этого заболит горло. Но если я ему не дам мороженое, то испортится настроение, потому что я же питалась энергией счастья от него, а теперь счастье закончилось. Он будет капризничать сейчас, мучить меня. Но если человек служит ребенку, мучение не наступает. Он говорит, мой дорогой, я не дам тебе мороженое. Ребенок начинает капризничать, но на мать это не действует. Почему? Потому что она от ребенка ничего не берет. Или, ну, по крайней мере, старается не брать. Она больше берет от Бога. И в это время она просто молится и получает счастье от Бога уже. А от ребенка счастье, ее не волнует в этот момент, когда он капризничает. И он начинает ее уважать. Потому что он видит, что она не зависит от него. В результате мама становится мамой, ребенок становится ребенком, и он идет правильной дорогой. Итак, мы с вами говорим о правильно выбранной цели жизни. Видите, правильно выбранная цель жизни дает возможность легко воспитывать близкого человека. А привязанность чрезмерную к нему дает болезнь и страдание. Следующий вид кризиса, который возникает. Вы поняли, что за кризис здесь возникает? Если человеку неправильно выбранная цель жизни, то рано или поздно ребенок, в которого я верил, не оправдывает мою мечту. И наступает кризис. Потому что через цель жизни всегда идет энергия счастья, которая в случае ребенка называется привязанностью. Как вы думаете, человек может выдержать такие отношения? Вот кто из вас бросил близкого человека из-за того, что тот очень сильно любил? Поднимите руку. Есть такие люди? Вот представьте, в вас очень сильно влюбились. Это хорошо? Все говорят, хорошо, супер. Но это что означает? Это означает, что он будет постоянно питаться энергией вашего счастья, будет приковывать к себе внимание постоянно, требовать, чтобы вы были с ними. Я хочу быть с тобой. Я буду с тобой. Как Цой поет. Люди не могут выдержать, они убегают. Нет, конечно, если чуть-чуть любит, хорошо. Ну, даже не чуть-чуть хорошо. Но если человек ставит целью жизни другого человека, он везде ходит за ним. Не успеешь уйти, я бегу за тобой. Тогда проблемы уже. Тогда разрушается отношение неизбежно. Точно так же, я помню, как маленьким, мама очень сильно, я был первый ребенок, она очень сильно меня любила. И она так, меня целовала, и в это время так. Я как бы был не против, в общем-то, был не против, но как-то тяжело. Точно так же и сейчас, мама звонит, Олежек, сколько дней поездка? Говорю, мама, неделю ты сможешь выдержать, все нормально, здоровье нормально, мама, нормально. Тяжело. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что любовь это ноша. Но если мы любим по-другому, то есть мы служим близким людям. ноша, мам, это хорошо, когда есть такая ноша, есть мама, она заботится, это хорошо. Но если цель жизни становится ребенок, эта ноша становится невыносимой для человека. Почему дети становятся капризными, злыми, неуправляем, потому что ноша невыносимая, то есть родители очень сильно хотят счастья от них, и дети начинают от этого звереть. Вот здесь наступает кризис, неправильно выбранная цель жизни, разрушает судьбу. Даже если еще нет отношений, вот допустим, девушка, главная цель в жизни выйти замуж, выйдет замуж или нет? Нет. Почему? Потому что она ждет больше, чем положено. Ну, допустим, даже если она как бы вот такая несчастная вся, потому что она ждет, человек же становится несчастным, вся несчастная, замученная, такая, худая такая, вдруг кто-то все-таки ее полюбил. Ну, вероятность небольшая, но, допустим, как вот в этом бременские музыканты, да? Ой, ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка, я заботами тебя охвачу, ничего я не хочу. Вот. Ну, даже полюбил в этом случае. Что дальше? Она же ждала, что это, а чего женщина ждет? Она же ждет ласки, внимания, заботы, чтоб мужчина думал только о ней. Вот представьте, она этого ждет. А он же не Бог, правильно? Он не может только думать о ней, она ему говорит, нежнее, говорите со мной, еще нежнее, ласковее. куда посмотрел? Назад. Сюда. Сил нет, да? Наступает кризис. Дальше. Ход времени. Кто спросил, где девушка, где? Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупы телеграмм. Сейчас объясню. Надо ждать без ожидания. Нужно задать, занять свою женскую природу служением. «Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне». Помните, золушка, она всем служила, заботилась, ее там ругают, она прощает. Понимаете, когда женщина свою женскую природу занимает всем, она обо всех заботится, она становится румяной, красивой, жизнерадостной. И тогда невозможно уже отказаться от отношений с таким человеком. Она перестает ждать тогда в этот момент, потому что она счастье испытывает от отношений уже тех, что есть. Она семью создает в отношениях свою. Женщина нуждается только в личных отношениях. И она становится счастлива в этих отношениях, но цена это молитва. Потому что без молитвы без корысти не дождаться. Когда человек ждет, он не может отказаться от ожидания. Это замкнутый круг, понимаете? вот если допустим кто-то на вас посмотрел, как надо себя вести? Вот представьте, если вы так как бы ну вообще я просто говорю, девушка дождалась, посмотрели. не надо на рыбалке сразу дергать, понимаете? Сорвется. Особенно если рыба большая, крупная, крупняк попался, надо ждать. А ждать невозможно, если ты привязан. поэтому когда на вас посмотрели, надо радоваться, делать вид, что не зависишь вообще от этого взгляда. Можно отвернуться даже. Получилось у меня, да? Хорошо. Ну ладно, эту тему обсуждили. Ход времени или влияние судьбы приносит кризис в жизни. Это больная тема. Понимаете, мы что-то сделали в прошлом своей жизни, в прошлой, где-то в этой, может быть, и приходит наказание. Оно приходит, не спрашиваясь, хотим мы этого или нет. Это может быть тяжелая болезнь, может быть война, вот как сейчас на Донбассе. Это может быть просто работу потерял, власть потерял, влияние потерял, человек что-то теряет в своей жизни. Так действует время, неожиданно, не спрашиваясь, время приходит и делает кризис. Человек при этом может иметь правильную веру. Как вы думаете, бывают болезни у возвышенных людей? Бывают кризисы у возвышенных людей? Бывают. То есть, понимаете, вот ход времени он не спрашивает правильно выбранная цель, неправильная выбранная цель. Но если у человека правильно выбранная цель, если он верит в огромную силу, огромное резервуар счастья, Бога сравнивают с солнцем, тогда кризис переносится, то есть экзамен сдается. Ход времени не может сломать человека, который имеет силу. Допустим, один мой знакомый сейчас заболел раком четвертой степени. Мы там начали его лечить по-своему. Это лечение все равно не может такую степень рака вылечить. Но я посмотрел, как он удивительно среагировал на ход времени. То есть он начал по определенной методике с огромной решимостью начал вылечиваться. Он начал молиться и держит пост один день сухое голодание, потом один день выход, один день отдых, потом два дня сухое голодание, два дня выход, два дня отдых, потом три дня сухое голодание. И вот так он живет. Потом опять два дня, один день, и вот так он живет. Вроде бы кажется, что он должен худеть от этого, да? А он начал поправляться. Представляете? То есть он просто душит болезнь своей внутренней силой. Причем интересно знать, что если человек во время сухого голодания думает о еде, то все будет разрушено. То есть его здоровье станет еще хуже, особенно если опухоль в организме. Единственный способ так лечиться, это забыть про себя вообще, жить в служении, понимаете? И тогда человек в это время, он, болезнь сгорает просто. Но опухоль не может жить в теле, когда человек такую аскезу держит. Потому что организм начинает ее съедать просто. Я как пример привел человека, который имеет силу побеждать судьбу. Видите, ход времени может начать ломать человека. Но если у человека есть вера, тогда ход времени побеждается с помощью энергии счастья, которая идет от веры. Ход времени забирает счастье просто. Разные способы есть, как ему это сделать. Есть много способов. И несоответствие между желаниями и возможностями. Допустим, юношеский возраст. У девушек часто бывает. Хочется быть красивее, чем есть. Хочется нос переделать, щеки переделать, все переделать. Ну, вот как есть, так есть. Какое тело Бог дал, такое дал. В это время тоже нужна вера. Потому что когда человек видит, что он не может достичь того, чего хочет, он не может без молитвы жить. Он начинает что-то терять в своей жизни. Я не буду сейчас подробно говорить о стрессе и о том состоянии, которое человек испытывает в это время. У нас немножко другие цели, задачи. Я сейчас поговорю о вере. Потому что вера является силой, которая выводит человека из кризиса. Кризис возникает неизбежно, потому что дорога судьбы никогда не бывает прямой. То есть она куда-то всегда поворачивает. Это неожиданно происходит в жизни. Мы не можем гарантировать себе, что близкий человек будет всегда со мной. Даже если он верный. Он же может уйти из жизни. Может все, что угодно в этом мире произойти. Мы не можем прогнозировать ничего в полной степени. Но если человек имеет веру, то есть у него есть сила, соединяющая его с источником счастья, тогда он выживает. Давайте сейчас отвлекемся от веры в Бога. Думаю, что вряд ли у нас это есть в полной степени. У нас нет реально в полной степени веры в Бога. Понимаете, это очень высокий уровень сознания, развития личности, когда человек действительно это имеет. Потому что выйти из стресса просто с помощью молитвы – это удел немногих возвышенных личностей. Я вам сейчас более развернуто, как бы на эту тему хочу поговорить с вами. И хочу вам сказать, что не надо отказываться нелепо или слепо от той веры, которую ты имеешь. Есть два типа веры, которые помогают человеку в жизни. Естественная вера, которая приходит по судьбе. Это естественная вера. Обычно это вера в ребенка, вера в природу, вера в близкого человека. Понимаете, это естественный тип веры, который приходит по судьбе. И есть другой тип веры, который тяжелейшим трудом, внутренним отчаянием, молитвой человек вырабатывает в своей жизни. Вот представьте, если тяжелейшим трудом, внутренним отчаянием мы вырабатываем веру во Владимира Ильича Ленина. Ну какой смысл? Какой результат? Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной. Идут пионеры, привет Ильичу. Идут комсомольцы, салют Ильичу. Понимаете, лидер общества это хорошо, это нормально, в этом нет проблем. Но поклонение, вот то, что мы говорим, это же поклонение мимо памятника, да? Это вот уже, ну как бы нехорошо. Это называется создать себе кумира. То есть это означает, что мы Бога перепутали с кем-то. Понимаете, поклоняться надо только Богу. Нет других вариантов поклонения. Уважать старших, уважать лидеров общества это хорошо. Но вера в Бога это та цена, которую мы должны заплатить.